Всем приветики, дорогие друзья! Снова с вами я, Надежда. Вы на моем канале. Надежда и жизнь многодетной семьи. Да, семья у нас многодетная, нас очень много, и поэтому я вам хочу показать свой бардак. В данный момент мы с вами находимся у дверей у входа в зал. Здесь, в этом зале, на этом диване, Слюя и Доминика. Та-Тахта у нас свободная, на ней никто не спит, и поэтому на ней куча одежды, на сушилке куча одежды. Комод разобран, в общем, достала я из комода всю-всю одежду. Наконец-то я это сделала, я все освободила, рассортировала, начинаю сортировку. Здесь у меня лежит Доминикина одежда, которая ей сейчас самую пору. В пакетах Доминикина одежда, которая ей уже маленькая, и, в принципе, нам она уже не пригодится. В той стопке у нас одежда Каренина, которая в школу и так на выход. Ну, в школу здесь мало одежды, потому что у нас строгая одежда, чистошкольная форма. Сказала учительница, никаких вот таких вот цветных кофточек. Все должно быть однотонное. Конечно, для нас это большая проблема, потому что цветной одежды у нас для Карины очень много. Вот, поэтому для школы одежды, гольфиков однотонных очень мало. Вот, но она старается, конечно же, аккуратненько, не пачкается. Вот, ну и в пакете тоже одежда, которая, ну, там уже Каренина, которая ей уже маленькая. Вот, я ее отлаживаю, занесу все на чердак и достанем, когда подрастет Доминика. Вот, что еще? Вот, там у меня расхламление сейчас пойдет слаживаться тоже. Что на чердак уже? Ну, она у нас стирная. Ну, правда, я как в моем прошлом видео вам говорила, что нужно мне с ней разобраться. Но так я с ней тогда в тот день и не разобралась. Вот, буду разбираться сейчас. Все в школе, все в саду. Вот, у меня сейчас есть свободное время до обиды со всем этим разобраться. И потом бегу в школу, так как позвонила учительница. Боже мой, Антоша мой накосячил. Звонит и говорит такая, ваш Антоша, ваш сыночек стоит и плачет. Я мама дорогая, что случилось? Что уже натворил? Что уже, кто его обидел? Да нет, никто не набидел и сильно-то не натворил, но все равно неприятно и денежная растрата для нас. Вот, в общем, мой Антоша решил попробовать огнетушитель, систему его работы. Сорвал пломбу и напылил в школе. Я так понимаю, огнетушитель порошковый. Вот. Но одно хоть радует, что огнетушитель оказался рабочий и школа была в безопасном, если что. Ну, в общем, как-то так и смешно, и слушайте, плакать хочется, и убить мне его хочется. Но с другой стороны, я, честно сказать, я не знаю даже, как мне его наказать за это, и что мне делать. Ну, как-то вот так вот. И еще у нас кто-то ходит в магазин, там у нас игрушки, кто-то ходит в магазин за покупками, за одежками, а я хожу за одежками на чердак. Добрые люди нам в этом помогают, знают, что мы большая многодетная семья. Детей как бы трое, и мужа в их двое деток, они живут не с нами, кто уже давно на моем канале и знают об этом. Лера и Владик, дети мужа, но они к нам приезжают на лето, на каникулы, если свободное время. Вот. И, конечно же, мы помогаем им с одежкой и со всем остальным. Вот. Поэтому, добрые люди нам отдают всякие-всякие одежки. Вот. И я сходила на чердак, потому что Карина моя ходит сейчас в школу и говорит, сегодня пошли. Вот. И говорит, мама, мне холодно, курточка продувается. Хоть мы и на машине ее вожу, но все равно там чуть-чуть пройти, и ей холодно. Значит, я сходила на чердак, принесла вот такую вот курточку для нее. Сейчас мне надо ее еще обстирать, ну, и сначала, наверное, она сейчас пойдет со школы, померит. Если нормально, то я ее постираю и будет носить. Если нет, значит, она пойдет обратно на чердак и будет ждать, пока подрастет Доминика. Вот. Замочки все работают, рабочие. Вот тут что-то сложновато. Вот, состряла чуть-чуть. Вот. Такая вот курточка, мне кажется, она будет ей нормально. Она такая не тонкая, но и не толстая. Но вот пока еще нету снегов, то более-менее нормально. Такая вот курточка у нас есть. Потом вот такая вот зимняя курточка. Она такая, ну, довольно пушистая, пухленькая такая. Там внутри, наверное, тоже синтепона, так понимаю. Вот. Тоже померить, постирать, чуть похолодает и будет носить. Капишо мне нравится. Очень такой огромный и, ну, тепленький такой. Вот такая курточка для Карины. И вот такая курточка. Ну, мне кажется, что она уже будет ей по спинке, по телу будет хорошо. Вот. Но, мне кажется, в рукавах она будет ей короткая. Хотя у нас проблема с одеждой. Если покупаем новую, как в школе мы покупали кофту, обманку, блузки, по телу все хорошо. По телу она и прямо, ну, чуть не в облипочку. Но рукава все длинные. То есть, какую бы мы, в общем, перемерили очень много одежды, пока подобрали для нее кофту, обманку. Может, у меня еще здесь и висит, где-то под руками. Вот она висит. Кофта-обманка. Вот такая вот. Вот она и по телу хорошо, но в рукавах чуть-чуть великоватая. Но из-за того, что вот здесь вот такой вот манжетик с пуговкой, я хочу пуговку перепороть и вот чуточку дальше перешить, чтобы на руке оно было более такое, ну, держалось, чтобы не спадало с руки. Вот. У меня новый маникюр. Вчера, Надька, сходила себе и сделала на левой руке. И вот на правой вот такое вот синенькое. Синенькое у меня есть такое вот синенькое платьишко. Сейчас я вам покажу. Такое вот. Наверное, вы его видели. Это платьишко есть на видео. Я снималась, когда готовила тортик на свой день рождения в марте. Вот. В выходные пойдем на день рождения к Сашиной племяннице. 30 лет. Вот. И, наверное, я одену это синенькое платьишко. И он как раз, ногтики получились синенькие для него. Ну, вот как-то вот так, ребята. Продолжаю разбираться с одеждой. Вот. Потом включусь, покажу, как я это сделала. Это называется, дай ненормальному лопату, так и он себе голову взломит. Это такая есть поговорка. Это, наверное, поговорка про меня. Потому что мне мало было того, что я растусовала Доминикину, Каринину одежду. Вон там, в уголочке, вот так, вот так, лежит сложена Антонова одежда. Ну, в общем, почему она сложена? Потому что Надя добралась до шкафа. Еще осталась вот там верхняя полка. Все-все повыбрасывала. Свою полку, Антонову полку, Каринину полку еще. Вот здесь тоже домашняя такая одежда все растусовала. Карининой три пакета Карининой одежды пойдет на чердак. Вот они, три пакета. То есть она их и не носит. И уже посмотрела и по росту, она уже еще и маленькая. Ну, короче, все, все позже на чердак. Будет жакать пока подрасти Доминика. Вось, что еще, что еще. Свою одежду скинула сюда пока. Сейчас я ее сложу. И обратно в полки, наверное, сложить я не успею, потому что пора бежать за Кариной и на разборки в школу. Ой, короче, успела сложить только свою одежду. Половину на чердак летню, что не надо. Антоншеву одежду. Ну и все, осталось вынести то, что пакеты на чердак. Доминикину и Каринину одежду. И боюсь этого слова, надо разобраться еще и с папиной одеждой. Вон там, в шкафу. И еще у нас есть в другой комнате комонд с его рабочей одеждой. Ну, а я тем временем побежала за Кариной. Ну, что, дорогие друзья, сходила я в школу, забрала Карину. Сходила на ковер к замдиректору. Как начали собирать консилиум, пришло 6 учителей. И вызвали моего Антона. И правда, ни одного. Еще с одним мальчиком. Типа, это они там вдвоем. Это огнетушители включали там, пшикали. Как оказалось, нашли свидетели, которые видели, что это был не Антон. И не тот мальчик, которые пришли к нам на разборку. Ну, вот смотрите, какое сейчас поколение мальчики, 12 лет. А не побоюсь этого слова, такое сцикло в данный момент растет иногда. Это же надо было скрываться, обманывать, на кого-то все это дело свалить. Я просто, как вам сказать, в недоумении. Как так можно? Я не понимаю. Вы же мужики, вы же мальчики. Как вот мой... Ну, накосячил ты. Ну, влез ты в этот огнетушитель. Ну, еще там что-нибудь ты творил. Да признайся ты. Скажи, да, это я, простите. Вот так получилось, мне захотелось его потрогать. Мне нужно было придумать историю. Нужно было на кого-то свалить. И самому остаться крайним. Вот они вот, я не знаю, разве не понимают, что когда-нибудь да истинно вылезет наружу. Все будет, ну, все известно. Ну, в общем, как оказалось, слава богу, это был не Антон. Это был совсем другой мальчик. Вот, пришел он раньше в школу, нежели даже наш Антон. Все это дело накосячили. А Антон, конечно же, мой доходный мальчик. Вообще доходный. Ему нужно везде влезть. Ему нужно все посмотреть. Ему нужно все перепроверить. Вот, потрогал этот тушитель. Шла учительница. Увидела. Ну, и, естественно, кто последний, тот и крайний. Правильно. Вот. Рада. Я очень рада, что это не мой сын. Но получит он у меня хвостовую гриву за то, что он его трогал. Вот. Решили мы с учителями. Их получилось там четыре человека. Кто-то стоял, смотрел. Кто-то стоял, выгораживал. Кто-то стоял, спихивал. Ну, в общем, в том числе и мой Антон там уже. Вот. В поездку он у нас не поедет. Потому что хотела его отправить вместе со школой. Потому что это будет ему наказание. Деньги, которые должны были пойти на поездку ему, будем тратить на огнетушитель. В общем, решили мы всех родителей, всех четырех мальчиков, ну, мой четвертый, предупредить о том, что баллон же надо, огнетушитель нужно же заправить, потому что он уже испорчен. Слаживаться будем деньгами все вчетвером и возвращать в школу огнетушитель. Вот такое вот приняли мы решение. Надеюсь, что оно было правильным. Как вы считаете, правильно мы поступили с учителями, что так решили? Ну, нужно же как-то наказать детей правильно. Бить уже их не будешь бить, уже им по 12 лет. Это я не вижу смысла в этом. В угол тоже не поставишь. Это вообще получается как унижение для мальчика. И, ну, вот, единственное, я вижу выход из положения, как его наказать, не отправить его в поездку. Хотя он очень сильно хочет туда поехать. Вот, ну, слизни на глазах. Вот. Я его туда не отправлю. Простите, пожалуйста, я отключаюсь. Ну, слизни на глазах. Ну, слизни на глазах. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот такие вот наборчики Все ко дню матери Мы с Кариной решили помирить курточки Кариночка покажись Дайди немножечко Застегнись пожалуйста Ну надо Вот застегнулись Покружись Аккуратненько не так быстро Такая вот курточка Капюшон мне нравится классный Подойди ко мне сюда Такой капюшон он сшитый Вот прям здесь вот так Прошит И на голову Очень классно Почти как у Кати Семья Даниловых Если что можно спрятаться Дождик Аааа Дождик все спряталось Да Вот так что Спасибо Вот так вообще классно Спасибо хорошим людям Которые отдают Такие хорошие вещи Вот Они нам очень Иногда приходится Нужны У нас Растегивайся Померя красную курточку Для людей Ага Ложи на пол Все равно Все стирать будем Померя красненькую Курточку Вот мы все равно Все равно у нас Иногда бывает такое Что Такая помощь С задержками Нас очень сильно выручает Что там внутри Рисунки классные Всякие Но быстрее меры И время то идет Какое время Вот одели мы Такую курточку Фиолетенькую Покрутить аккуратненько Вот она такая вот Но она не зимняя Это такая более Осенне и весенне В принципе Ну сейчас на улице Прохладно Можно поносить Вот эту вот красную Курточку Она чуть потеплее Та уже розовая Уже на холодную Зиму Но это скорее всего Будет еще Будет и на весну Хорошо Потому что здесь Такие от резинки Рукава еще Рукава еще Видите какие Длинные Но за счет Этой плотной резинки Сделай обратно Эта куртка На много лет Будет и на весну Еще на осенью Еще на осенью Следующую Да Она небольшая Ну так большая Но резинка плотная И вот как хорошо Держит рукава Ну что Скажем еще раз Хорошо Большое спасибо Людям Которые вот нам Помогают Вот так вот С одежками Вот Очень сильно Выручают нас Такие одежки И обувь даже Кстати Ну хотя Не рекомендуют Обувь после кого-то Носить Но иногда Приходится И воспользоваться Такой помощью Ну что Я сейчас Разлаживаю Одежку По шкафам И иду готовить Бисквит Завтра Буду украшать Тортик Так что Ожидайте видео С моим тортиком Наверное Вы уже все соскучились По моим тортикам Давно Я их уже не вылаживала Вот Ну что На этом Будем прощаться Мой косяковый Антошечка Скажи всем привет Всем привет Да Все знают Что ты натворил Маму расстроил Да-да Весь ютуб Ладненько Короче Не буду больше Расстраиваться Еще раз Вот Всем пока Да Всем счастья Любви Здоровья До новых встреч Ставьте лайки Да лайки Нам и так Хорошо ставят Да И просить не надо И подписываются На нас Простить не надо Мы всем нравимся Мы стараемся Всем вам понравиться И снимать Что-нибудь Интересное В принципе Мы снимаем Все что у нас есть Что под руками Что Паша Все мечты Сбывались Да Всем пока Я люблю Субтитры сделал Dimaе Субтитры сделал DimaTorzok